Жанры, не в том, которые были до этого, потому что все спикеры, которые говорили вам, они говорили что-то о себе, о своем опыте, о своем видении. А то, чем я занимаюсь и то, как я работаю, я могу сказать такой главный слоган, что когда люди приходят ко мне, они приходят не на меня, они приходят на себя. То есть люди приходят за собой, они приходят за тем, чтобы уйти более сами собой, чем они пришли ко мне. И сейчас то, что я буду говорить, вот я даже сниму очки, я буду вас там очень мутно видеть, потому что я буду ясно видеть то, что у меня написано, чтобы, не дай бог, ничего не забыть. Я скажу какие-то самые главные вещи, и эти самые главные вещи будут о вас. Причем, когда я буду их говорить, я предвижу, что вы будете, да, о, ниагарский, оказывается, все так и есть. Да, оказывается, все так и есть. Ну, посмотрите, наше движение, вот о котором Татьяна немного упомянула, вот этот плюс между сознанием и бессознательным, происходит по такой траектории. Вопрошение, понимание, интеграция. Наш конечный, наш пункт прибытия, к которому многие приходят, а некоторые не приходят, это пункт интеграции или пункт целостности. Это когда человек един сам с собой и един с миром. Понимаете, да? То есть, вот этот вот магистральный путь, он был начертан человеком, которого Гроф называл первым транспорциональным психологом, Юнгом. Юнг писал о индивидуации, то есть о индивиде, который соединяет сознание и бессознательное, ассимилировав бессознательное, превратив его в огромный, охрененный ресурс свой, всего того, что он делал, то есть это когда проблемы превращаются в ресурсы, вот этот целостный человек, соединенный с миром, реализующий уже по маслу себя в мире. И вот для такого человека вопрос жизни. Когда мы можем сказать, что человек, животное, ну я не знаю кто-то, когда мы можем сказать, что вот это живо, оно живо тогда, когда оно имеет источник энергии, когда оно имеет определенное питание. И вот вопрос в том, что является для души живого человека самым главным питанием. И ответ на этот вопрос, да, это вдохновение. Вдохновение или, ну вот когда мы говорим, вот Володя сказал, вдохновение, да, когда мы прислушиваемся к русскому слову вдохновение, то там нет одного момента, который для вдохновения является самым главным. Но этот момент, он великолепно звучит в аутентичной латыни, «Инспиратио», вот название моей презентации, не знаю, моего сообщения, если его перевести на латынь, оно звучит совершенно по-другому, да, «Инспиратио моду сверенти». То есть вдохновение как средство жизни, как энергия, которая дает нам жизнь. Ну вот когда мы говорим об энергии, то неплохо вспомнить, опять-таки, Юнга, который, вот сейчас слово, которое прозвучит, ну понятно, с чем оно будет ассоциироваться, но у Юнга это слово приобрело совершенно другое звучание, это слово «либидо». «Либидо» — это психоэмоциональная энергия, но по Фрейду это энергия похоти. И вот эта вот энергия похоти, энергия творческой похоти, она лежит, собственно говоря, она является маркером творческого процесса, потому что творческий процесс — это то, что мы, креативный процесс — это то, что мы хотим. Мы хотим это делать так же, как, смотрите, все, что дает нам природа, Бог, Вселенная, это все нам дается в виде желания. Для того, чтобы нам поддерживать жизнь, нам нужно есть. Но не дай Бог представить себе человека, который ест только потому, что ему нужно есть. Мы хотим есть, и мы едим. Мы хотим дышать, и мы дышим. Мы хотим секса, и мы его имеем для того, чтобы человечество размножалось и совершенствовалось. Все, что мы получаем от природы, из глубины, мы получаем в виде желания. И вот наше желание, желание творить, является совершенно естественным, совершенно естественным, природным. Оно питает ту же человек, который реализует это желание, является живым человеком. А теперь давайте представим, как эта энергия, как она транслируется, как она проходит. Если она поступила в мою душу, или если она поступила оттуда, вот вспомните любой ваш креативный акт. Он начинается, если мы... Вообще он реализуется как единое целое, как некое соединение, как соединение беспредельной глубины, откуда он стартует, с чем-то абсолютно конкретным. В этом и есть смысл интеграции, соединения с миром. Вот. И если мы его разложим на составляющие части, то мы очень внятно увидим его первую часть. Это, что в этом акте мы стартуем от того беспредельного, о котором много можно сказать, но мы его очень хорошо, неважно, как сказать, мы его очень хорошо чувствуем. Человек, который творит, может, если его спросить, если не спрашивать, он может не обратить на это внимание, он может сказать, вообще это я сделал или не я вообще как-то это... Наверное, это атом Бога поступило в душу. То есть результат этого творческого акта, мы его можем увидеть, пощупать, но источник мы ощущаем как нечто запредельное, то есть трансцендентное. нечто запредельное по отношению к нам. Это откуда-то, это откуда-то пришло, это откуда-то со мной случилось, откуда-то возникла вот эта вот энергия инспирации, то есть входа духа в мою душу, входа духа в мою личность. Далее, если опять-таки разбирать этот единый целостный процесс на его составляющей, то следующая фаза – это проход через личность. И смотрите, когда мы имеем какой-то поток, который идет, да, ну вот элементарно поток, ну не знаю, жидкости, газа, энергии, то для того, чтобы этот поток прошел, нам нужно, чтобы он не имел затыков, не имел, так сказать, препятствий, препон, нигде по всему ходу своего движения. И первый момент его прохода – это проход через личность. И в этом проходе человек должен, иначе он не пропустит эту энергию, человек должен поверить в себя. Причем не поверить, потому что, ну, это как-то то ли та, да, да или нет, а для него вот этот проход, этот момент прохода, этот момент присутствия духа в его душе должен быть совершенно очевидным. Должен быть совершенно, да, это я, это да, вот это со мной происходит, да, ничего, я не сомневаюсь в этом. Я не препятствую этому потоку. Человек принимает этот поток, и этот поток преобразуется, принимая определенную специфику, специфику процесса, да, связанную с личностью этого человека. Далее этот поток идет в конкретику мира. И здесь вот наступает такой весьма важный момент, на который я тоже хочу обратить ваше внимание. Так? Одна сторона – это трансценденция, другая сторона – это интеграция. Нам нужно, чтобы монета личности содержала две эти стороны. Без первой стороны человек не получит энергию. Без второй стороны эта энергия не будет транслироваться, и человек не станет единым и целостным, единым с миром. И вот вторая сторона – точка прихода – это точка входа любого нынешнего процесса в мир. И в этой точке мир должен собрать этот поток. Понимаете? В этом месте человек должен включить энергию в мире. В этой точке мир должен аплодировать и кричать «давай, давай еще». Да, 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 да. Это та модель, в которой я работаю. И в которой нам надо работать, в этой модели. В модели соединения. И, собственно говоря, наше направление, трансперсональная психология, гуманистическая тоже, возникло в ситуации, когда трансценденция не была интегрирована. Ну, что это была за ситуацией? Люди ставили какие-то цели, эти цели были абсолютно внятными, люди достигали этих целей и были катастрофически несчастливыми. У людей был квазмистический опыт, их кормили лекарственными, помещали в больницу. Они, вот, формула вот этого несоединения звучит так. У меня вроде как все есть, но чего-то не хватает. Я не знаю, что это такое, но, видимо, это самое главное в жизни. У меня чего-то катастрофически не хватает. И вот катастрофическая хватка, это вот когда всего хватает, это про то, когда человек реализует эту духовность через что? Только через креативный процесс. И этот процесс, когда он проходит через личность, он включает смысловое поле личности. Здесь уместно вспомнить Франко, который говорил о жизненном смысле, о его антологии, то есть о его связи с этой основой, беспредельной основой бытия и человека. И жизненный смысл он реализуется в этом самом вдохновенном креативном процессе. Маслов, который, ну, я не знаю большего экспертов в области творческой самореализации. И вся моя практика, она подтверждает то, что он писал, то, чему он учил. Это, опять-таки, вот про эту точку входа, что креативный процесс должен быть востребованным, то есть профессиональным. Когда профессия человека является творческой, то все в порядке вот с этим потоком, с этим проходом. Человек верит в то, что он делает, он верит в себя, в такого человека, в которого он это делает. Мир верит в него и подтверждает его веру в себя. Этот поток берется из тех самых глубин, которые только и могут его породить, больше ничего этого не порождает. И таким образом происходит вот этот вот механизм самореализации. Мой опыт и те книги, которые в достаточно большом количестве вы можете прочитать, коммунистической психологии больше коммунистической, наверное, чем трансперсональной, это о том, что креативный процесс не столь узкий, как мы иногда его представляем. Креативный человек не обязательно должен иметь какую-то специфическую профессию или какую-то специфическую деятельность. Я встречал в своей практике безумно креативных адвокатов, сетевиков, домохозяев и абсолютно не креативных музыкантов и художников. Иногда творчество бывает, ну вот человек, вот я занимаюсь творчеством, я вот то-то делаю, иногда творчество бывает ну, как бы нереализованным, но тогда это абсолютно специфический вид творчества, надо на это обратить внимание, осознавать это. Видов творчества не один, то есть один этот вид креативного процесса, который мы очень хорошо себе представляем и вокруг себя во множестве видим, да, это креативный процесс по созданию какого бы то ни было продукта, материального или интеллектуального. Этот процесс можно пощупать, на него, на его результаты можно показать пальцами, ну, совершенно конкретно. Более того, в этом процессе обязательно должны присутствовать какие-то инструменты, технологии, навыки, да, то, что конкретик, в нем всегда присутствует. Это первый тип процесса. Второй тип процесса, который, на который пальцем показать очень трудно, для этого нужно иметь какой-то слишком трансцендентный палец, в котором ни в коем случае не может быть никакой конкретики. Если она появляется, то она убивает этот процесс. Это процесс по созданию психологического климата или психологической атмосферы. Вот люди, которые создают, надышивают как бы вот эту психологическую, креативную атмосферу, если мы их спросим, каким образом ты это делаешь, ну, мы их поставим просто вот в страшный тупик, потому что человек может сказать, что ну вот я сейчас улыбнулся, а в другой раз я сказал, что это каким-то тоном, а в третий раз я привел какой-то пример, а еще раз я сказал какую-то шутку. Но, знаете, на тему вот этого атмосферного творчества есть такой анекдот, что если гости не уходят, то им надо рассказать анекдот, если они все еще не ушли, нужно рассказать этот же, а не тот еще раз. То есть, понимаете, вот в любом предметном творчестве есть что-то возобновляемое, знаете, как в науке бывает, возобновляемый эксперимент, есть что-то возобновляемое, есть технологии, которые можно взять, развить и так далее. Здесь ничего возобновляемого быть не может. Это вот абсолютный такой, даже не туман, это абсолютная прозрачность. Но история в том, что если креативная личность живет и работает в среде без этой атмосферы, она начинает задыхаться. И во многих моих клиентских случаях были именно такие истории, когда люди входили вроде как по функционалу все устраивают, но в какой-то момент возникает вот это вот мертвящее удушье. то есть человек не понимает, почему мне так плохо, мне так плохо вот в этом коллективе, я не понимаю, почему. Или наоборот, возникает креативный коллектив и в него вдруг входит человек такого, ну, как бы, механистического склада, который функционально делает все нормально, но атмосфера через него не является дышащим этой атмосферой, ему это чуждо. И тогда возникает такая мертвая зона. Вот это вот второй тип креативного процесса. И третий тип креативного процесса вот я вчера с удовольствием присутствовал при упоминании, при описании этого процесса. Собственно говоря, всем, чем мы занимаемся, это креативный процесс третьего типа. Это процесс по созданию человека или даже самого себя. Если я развиваю себя, если вы развиваете себя, если вы занимаетесь сами собой, что бы вы ни делали, вы можете рисовать, петь, все что угодно, если это не профессиональный процесс, то этот процесс может быть направлен, как Ирина говорила, да, вот я пришла, вот я что-то там повышевала, этот процесс может быть направлен на создание самих вас. Или там прочитать книгу, или пойти на семинар. Где выход, где продукт? Продукт являетесь сами вы. или продуктом являются те люди, с которыми вы работаете. И вот этот процесс третьего типа, он великолепно комбинируется с процессом первого и второго. То есть люди, которые создают какие-то структуры, или может быть там торговые сети, или все что угодно, они попутно могут создавать друг друга. Ну и разумеется, в этом присутствует также и процесс второго типа. еще раз повторю, что род занятий вообще не имеет значения никакого. процесса. И самое главное это вот здесь обращаю ваше внимание, самое главное это три признака креативного процесса. Смотрите, когда человек находится в таком, ну как бы, в живом состоянии духа, в живом состоянии души, в энергичном своем состоянии, в восхновенном своем состоянии, ну аналог это наше питание, мы должны гармонично питаться пищи, которая состоит из белков, жиров и углеводов, которые балансируются. Первый признак или первый компонент креативного процесса я вам упомянул, то есть вам должно этого хотеться, вы должны этого хотеть, вы хотеть, должны не результат получить, потому что получение результата это значит энергия выпадает за предел самого процесса, вам должно нравиться то, что вы делаете, вас должно это отновлять, тогда энергия будет подаваться под процесс, да, это первый признак. Второй признак это такая трехгранная монета с двух сторон, а это трехгранная монета, да, это новизна, свобода и ответственность, это три в одном, ни одного из этих компонентов невозможно выделить из этой монеты. первый момент это свобода, то, что вы делаете, да, вы должны чувствовать, что вы можете это сделать, вы можете сделать, у вас есть где-то какая-то зона ответственности, да, опять вторая сторона, это ответственность, и вы можете, вы имеете возможность сделать то, что вы можете прокачать в мир вот эту свою энергию вдохновения. ответственность, наступление позитивной ответственности, это ваше состояние по завершении креативного какого-то акта, когда вы чувствуете, что энергии у вас больше, чем было на входе, и когда вы можете сказать, ну, прям так, цитата из Библии, ой, как хорошо получилось, получилось хорошо, весьма, ой, и когда мир вам говорит, ой, хорошо, весьма, вот, наступает ваша позитивная ответственность. Негативная ответственность, это когда вы видите, что, да, вам была дана свобода, но вы где-то там накосячили. И третья сторона, без которой, опять-таки, вот эта энергия креативного процесса не подается, и во множестве случаев, может быть, есть вокруг вас такие случаи, человек развивается, 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 доходит до какой-то вершины развития и своей самореализации, и на этой вершине он легко и свободно делает все, что нужно там делать. И вдруг начинается падеж энергии. Человек вдруг лишается подачи энергии, он не хочет уже этого делать. У него все получается, он не хочет. И вот эти вот истории с дауншифтерством или уходом с очень верхних позиций, это истории про это. Когда два признака есть, свобода, пожалуйста, у тебя есть, а энергия вроде как, никто тебе ее не перекрывал. Востребованность и профессиональность да, она есть, но нет третьего признака. Вот это новизны, свобода, это да, новизны нет. Все, и энергия заканчивается. Здесь есть определенный выход, я не буду сейчас на нем эмоционавливаться, для тех людей, которые в какой-то профессии, да, все профессии креативны, достигают планки, выше которой они сами в своей деятельности не поднимаются. Для них есть выход с этой планки выше. Ну, это отдельная тема. Ну, и последний, третий признак творческого процесса, это когда к нему человек реализует сам себя, он реализует свой жизненный смысл, для него этот процесс является главным. если человек удовлетворяет какую-то другую потребность в этом процессе, то этот процесс не является креативным. То есть энергия какая-то в нем может быть, но потом со временем человек чувствует спад своего интереса и уход из желания уйти из этой деятельности. Ну, вопрос о том, ну, хорошо, да, вот так и все рассказал, вот как все шоколадно, да, вот как все шоколадно должно быть устроено, что же делать для того, чтобы это все так шоколадно устроено? И здесь, ну, первым делом я хочу вспомнить как то, есть у него в завещании Орфея такой кадр, в этом кадре художника играет сам он, художник подходит к мольберту и начинает рисовать. Перед ним стоит, на постаменте стоит цветок, вроде как художник должен рисовать цветок, но художник как то, рисует самого как то, поворачивается к зрителям и говорит, художник всегда рисует самого себя. Следующая цитата близко к тексту из Маслова. Любая терапия, восстанавливающая личность, развивает креативность, даже если терапевт и клиент ни разу об этом не думают. Самый главный объект нашей работы это субъект. Ну, вот об этом будет немножко больше в моей мастерской. То есть это внутреннее искусство, это развитие личности как таковой. Художник первичен, то есть творческая личность, она первична по отношению к своему процессу. И поэтому задача человека, который работает в этой области, это собрать, синтегрировать, синтегрировать личность. Потому что как только личность синтегрирована, вот вроде как в этот комплект батарейка уже подключена. то есть есть все для запуска этого самого креативного процесса. И вот в этом моменте интеграции, конечно, интегрировать все. То есть все наши, ну, начиная от наших тягостных переживаний, наши травмы, наши страхи, нашу агрессию, наши романтические отношения, наше все необходимо интегрировать вот в эту целостность. Причем, знаете, как в известном фильме «Кто нам мешает, тот нам и поможет». то есть оказывается, что те негативные, как мы их называем, переживания, те некомфортные состояния, которые мы получаем, они говорят только о том, что что-то внутри нас не соединено, что-то не срослось, и нам необходимо это срастить. Та же самая травма. Любая душевная травма, которую мы можем вытеснить, мы можем постараться ее забыть, сбежать от нее, и у нас это получится. Но вот этот травмированный кусок души, он начинает звучать, как только в душу подается повышенная энергия. Она почему-то, знаете, как молния, которая ударяет стоп, почему-то энергия начинает проходить через эту зону, и эта зона начинает кровоточить. И интеграция можно ли да, интеграция травмы возможна через переживание, то есть пережить через нее. Например, мы знаем собственную работу горя, первая фаза отцепенения, вторая фаза отрицания. Нам необходимо обойти фазу отрицания, она является человеческой, она неестественная, она противоестественная, и вместо нее получить фазу, естественную фазу принятия травмы. страх. Можно ли себе представить что-то, что существует изначально, какой-то, например, орган нашего тела, который существует в нашем теле, исключительно для того, чтобы нам вредить? Ну, нет, но страх присутствует изначально, он у человека, у животных. Страх является нашим высочайшим и величайшим ресурсом. Нужно научиться использовать его как ресурс, нужно интегрировать агрессию. Что такое агрессия? Архетип, который отвечает за агрессию, часть души, часть бессознательного, который мы же, он же, у нас как, дай-ка я позвьюсь, но никогда у нас заключается это. И вот та часть души, та часть бессознательного, которая отвечает за это, стоит на страже наших личностных границ. Почувствуйте, что агрессия у нас возникает всегда, когда кто-то нарушает нашу границу. И они, те, которые внутри, те, которые в глубине, наша бессознательная, она лучше нас знает, что либо эта граница нарушена, либо она вообще никак не восстановлена, такое тоже бывает. Тогда агрессия возникает, неправый налет. Романтические отношения, в них нам надо почувствовать себя, просто почувствовать, да, по-тестественным образом мужчина чувствует свою мужественность, женщина чувствует свою женственность, и тогда все поляризуется, становится на свои места. Личностная сила или харизма иногда задают вопрос, а может ли быть нехаризматичным человеком? Оказывается, таких нет, потому что харизма это тоже, да, это внутренняя фигура бессознательного, которая отвечает за наш лидерский и творческий процесс. Любой человек является творческой личностью, можно только включить, что называется это окс. Ну и последняя часть нашей души, которая ответственна за наше соединение, за наше беспредельное соединение с основой бытия, да, за той глубиной, за соединение с той глубиной, в которой глубина одного человека, глубина другого, и глубина мира — это одна и та же глубина, да, но тоже ее нужно подключить. Это, собственно говоря, подключение духовности, это подключение той точки, с которой стартует наш энергетический процесс. Ну вот, смотрите, сколько было у нас времени на планете Земля, прошло полчаса, я вам набросал какие-то главные, может быть, самые главные вещи, с чем я работаю, а я работаю с вами, я работаю с людьми, и чем я хотел поделиться. Вот, поскольку у меня будет мастерская, то, да, вот Володя тут показывает, что надо завершаться, вот, вы сможете возникшие у вас вопросы задать на мастерской, и на мастерской мы займемся, помните, я не говорю, личность первичная, мы займемся внутренними искусствами, то есть искусствами создания, трансформации и развития личности. Внешнее искусство – это искусство деятельности, внутреннее искусство – это искусство развития, искусство личности. Вот, на мастерской мы продолжим с теми из вас, кто захочет продолжать. Спасибо. 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 Спасибо.